Дорога – это территория повышенной опасности. В автокатастрофах гибнет больше людей, чем на воне. Правила дорожного движения не взяты с потолка. Это своего рода инструкция, как вести себя на проезжей части, чтобы максимально снизить вероятность несчастных случаев. К сожалению, многие водители и пешеходы ими пренебрегают. Московская область остается пока еще на уровне дорожно-транспортного травматизма. ДТП сокращается, но тяжесть впоследствии увеличивается. Поэтому еще раз хотелось бы обратить внимание наших водителей, сохранять скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки. Когда приближается наш водитель к пешеходному переходу, то сбавлять скорость и пропускать наших пешеходов на пешеходных переходах. Конечно, государство борется со страшной статистикой. И как на правительственном, так и на муниципальном уровнях постоянно предпринимаются различные методы предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Например, в Ленинском районе работает комиссия по безопасности дорожного движения, которую возглавляет глава района Олег Хромов. Комиссия ведет постоянный мониторинг поступающих заявлений от граждан и сотрудников госавтоинспекции по поводу улучшения дорожной обстановки. Так удалось решить проблему с пешеходным переходом на Каширском шоссе. Деревня Коробова на территории Молотского поселения, где проходит шоссе аэропорт Домогедово, вы знаете, там регулярно, к сожалению, гибнут люди, потому что нет через эту автостраду хорошего перехода. И вот я знаю, что комиссия обращалась даже к губернатору Московской области обратить на это внимание. Я знаю, что сейчас там в планах проведения дополнительных работ по безопасности, а в перспективе должны построить переход через эту автостраду. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме смертности на дорогах, правительствам страны, области и, наконец, на местном уровне главами муниципалитетов, предпринимаются различные меры, в том числе проведение митингов в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Один из таких митингов состоялся в городе Видное, куда были приглашены ученики местных школ. В учебный год, когда дети становятся активными участниками движения, особенно важно, чтобы они знали правила дорожного движения. Переходить дорогу нужно только на зеленый цвет, нельзя пересекать двойную сплошную, нужно всегда пропускать пешеходов. Много машин, они в основном вылетают из углов. Надо будет смотреть всегда, чтобы не переходить. Вот бывают дороги, когда они вот так. Надо переходить вот по клюмой, чтобы не до другого, а прямо, чтобы было видно, как она едет. Дети и взрослые должны следить за всеми людьми, которые их окружают, чтобы хорошо переходили дорогу. Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв ДТП, продолжилось автопробегом. Священнослужитель окропил автомобили святой водой. Но, как говорится в народе, на Бога надейся, а сам не плашай. Юлия Погасьян, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.